Блядь Блядь, 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 и вот близко к огням Блядь, 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 ты смотришь на меня, на меня Блядь, 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 и вот близко к огням Блядь, 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 и вот близко к огням Блядь, 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 ты смотришь на меня Блядь, 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 и вот близко к огням Блядь, 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 ты смотришь на меня, на меня На меня На меня В решении политбюро 4 июля этого года записано Одобрит предложение общественности о создании памятника жертвам эпохи культа личности Слова сталинских в решении политбюро нет, учтите В этом мудрость заключается в том, что не доказана причастность Сталина к гибели каждого конкретного человека, фамилия которого будет написана на мемориале Это происходило совсем недавно, 20 сентября В Москве в Свердловском народном суде слушалось дело о защите чести и достоинства Шаховцова Ответчики Писатель Олесь Адамович И редакция газеты Советская культура Истец Пенсионер Иван Тимофеевич Шаховцов Писатель Олесь Адамович в своей статье «Последний липостораль» 30 сентября 1987 года назвал Сталина преступником В связи с этим возникает вопрос о том, как же судить мертвого В том плане, что нельзя человека, который не может сказать ни одного слова в свою защиту или хотя бы объяснить, объявлять преступником Ибо с точки зрения права, с точки зрения презумпции невиновности, и особенно сейчас, когда мы говорим в Устале 19-й парт-конференции о правовом государстве Нельзя сказать человеку, что он преступник, если в отношении него не было приговора обвинительного, который дефиксировал, что он совершил преступление Трудно нам сегодня согласиться с доводами профессионального юриста, в прошлом прокурора и адвоката Он настолько дискредитировал социализм, что в миллионах душ посеял страшную убежденность, что лучше быть мертвым, чем красным Это он противопоставил две половины человечества Конечно, можно сказать, вы неграмотно, вот вы, журналисты, телевизионщики, писатели, неграмотно Юристы должны все объяснять народу, как это было на самом деле Ну, конечно, лучше всего мог бы объяснить Вышинский Потому что он это все, так сказать, внутри, он знает, он сам эти законы писал, противозаконные, и он бы нам все объяснил Нет, мы не будем дожидаться ни, так сказать, воскрешения Вышинского Не будем ждать, пока нам разрешат юристы, так сказать, сталинской школы А разрешат смотреть на эти вещи, так как мы смотрим, как диктует нам нравственное наше чувство И как диктует документы, и как диктует, в конце концов, та линия в нашем обществе, которая берет, надеюсь, вверх Решением суда иск отклонен Записывайте, записывайте Вот Расконников говорит, что Сталин выслал из страны ученых Ипатьева и Чичибавина Так? Сталин выслал, потому что они, значит, неугодны были ему Отвечаю, Сталин никакого отношения к этим ученым не имеет Что они были высланы из Советского Союза по постановлению ЦИКа на основании закона Что они плюнули в лицо своим коллегам соотечественникам Что их осудили их родные дети, как изменников Родины Понимаете? Которые пользовались Ксомнаркомовской столовой Которые имели в 1927 году личные машины, когда их министры, члены Советского министра не имели Они все имели от Сталина И они плюнули в лицо и поехали за длинным рублем на запас А их же Расконников объявляет жертвой Сталина Вот вам конкретный пример Вот почему я Поликарпов, который так трактует этот эпизод, не допустил бы в эти архивы Вопрос, а откуда вы это знаете? Отвечаю вам Я читал под чипки газет 36, 37, 38 и прочих отов Моя любовь к нему базировалась не на религиозном фанатизме, как сейчас утверждают А на биографии этого человека, который 7 раз арестовывался, 7 раз бежал из ссылок За границу не эмигрировал, а проводил активную революционную работу в России Который отказался от семьи, от личной жизни во имя революции На этом было основано преклонение перед этим человеком То есть на его личной биографии, на его личных заслугах в строительстве нашей страны в 20-х годах В заслугах в разгроме троцкистской оппозиции, в разгроме бухаринцев Это человек, который заслужил признание и уважение советского народа Сейчас вы и Огонек, и другие известия называют этот памятник или мемориал жертвам сталинских репрессий Недопустимо, недопустимо Вы не должны применить этот термин Потому что в решении Политбюро 4 июля этого года записано Одобрить предложение общественности о создании памятника жертвам эпохи культа личности Слово сталинских в решении нет, учтите Это улочка светла, как монашья келья И не улочка почти, города щепоть До чего ей не к лицу Бурое похмелье Предсентябрьских тополей Над ее щекой В этой улочке никто никого не слышит Здесь когда-то жил мой друг странный и смурной Жил не просто месяц пьет, две недели пишет А как кончится блокнот, то опять запой В этой улочке, переулочке На краю родной земли В этой улочке, переулочке Мы дружили как могли Он давно уже меня на земле не греют Он все ждет меня, да я Позастрял в делах Там да спорим наконец Кто из нас сильнее Я в запое, черт возьми Или он стиха В этой улочке, переулочке На краю родной земли В этой улочке, переулочке Мы дружили как могли А покуда надо мной Крона день колышет И спешу к нему трусой В стареньком седле Так мне хочется прочесть То, что там он пишет Как ему вдвоем со мной Выпить на земле В этой улочке, переулочке На краю родной земли В этой улочке, переулочке Мы дружили как могли В этой улочке, переулочке На краю родной земли В этой улочке, переулочке Мы дружили как могли Суд отклонил иск Ивана Тимофеевича Шиховцова Может возникнуть вопрос Зачем предоставлять слово приверженцу сталинизма Но как мне кажется, этот процесс уже показателен тем, что он состоялся С одной стороны, он продемонстрировал клюрализм С другой, то, что мы постепенно движемся к созданию правового государства Иным людям мучительно трудно расставаться с былыми иллюзиями Но это необходимо История жестоко учит, демонстрируя, во что обходится принцип Кто не с нами, тот против нас Куда вернее принцип Кто не против нас, тот с нами Очень хорошая программа Немножко поздновато начинается для меня А так хорошая Потому что там правдивые все у вас Передачи идут Высказывания правдивые Жизнь отражает Мне нравится Почему? Потому что все это Ну, как говорится Ну, подъехать к нашему магазину Ничего нет Потому что там очень интересно Говорят И многое не врут В общем-то, мне бы хотелось, чтобы там побольше было музыки Проблем взаимоотношения среди молодежи Я думаю, что взгляд поднимает Самые прогрессивные темы, которые теперь существуют Меня иногда раздражает этот энтузиазм комсомольский Который совсем не сочетается с некоторыми седыми головами Очень стали большие куски в программе Очень большие То есть уже на полчаса, значит, одна тема развивается, развивается Я уже летуга думал Надо смотреть и как делается программа ваша С тем, чтобы, по крайней мере, сегодня в мире шло на этом уровне Ну, наподобие, добрый вечер, Москва Вы слышали о ней что-нибудь? Нет, не с ней шло И не знаете, что есть такая программа? Не знаю А вам что не нравится в нашей программе? Мне не нравится много в вашей программе Я недоволен вашей программой Потому что если все зрители будут довольны Это породит у вас самодовольство И это будет означать начало конца вашей программы Прекрасно У нас в гостях Николай Алексеевич Сарадоев Он заведующий сектором юридического отдела Президиума Верховного Совета СССР Канедат юридических наук Николай Алексеевич, вопрос Насколько гарантированы права, проглашенные Конституцией СССР Не являются ли они просто декларативными? Ну, прежде всего я хочу сказать, что Конституция 1977 года Она по существу дословно воспроизводит все те права Которые зафиксированы документами Хельсинских документах Что касается гарантий Тут их достаточно много Но дело в том, что Нас часто упрекают в том Что нет вот таких наглядных механизмов Осуществления этих прав Ну, возьмите, у нас даже нет комиссии по правам человека Которые создаются во многих странах И множество таких комиссий, организаций Вот в этом смысле Нам не хватает Так сказать Механизм гарантирования Нет, именно показать То, что они у нас, эти права осуществляются Мы их недостаточно показываем, видим Поэтому иногда складывается впечатление Что у нас и недостаточно прав И недостаточно они гарантированы На сессии Верховного Совета Михаил Сергеевич Горбачев говорил Что в Конституцию будут внесены какие-то изменения Вы не могли бы об этом немного рассказать? В Конституцию предполагается внести существенные изменения Они коснутся, прежде всего, высших органов государственной власти Как известно, будет созван съезд народных депутатов СССР Он будет формироваться таким образом 1500 депутатов будет избираться примерно по той же системе, как и сейчас И 750 депутатов будет избираться от общественных организаций Эти депутаты на своем съезде изберут Верховный Совет Который станет постоянно действующим органом государственной власти Он, видимо, будет созываться два раза в год Но на длинные сессии до 3-4 месяцев И будет таким образом постоянно действующим органом Будет избран тайным голосованием Председатель Верховного Совета СССР То есть президент страны? Ну, это не президент, но некоторые функции у него будут аналогичны президентским Он будет избираться, кстати, тайным голосованием Вот на этом большом форуме его изберут тайным голосованием Вы знаете, что сейчас уже решено Избирать только таких должностных лиц не более чем на два срока И, кстати, в любой момент он может быть отозван по решению Верховного Совета 50% голосов? Две трети, видимо, будет Предполагается, что вот те изменения, которые вносятся в Конституцию Уже будут опубликованы в самое ближайшее время То есть до конца октября, это уже точно И вынесено обсуждение сессии Верховного Совета СССР Которая состоится в конце ноября этого года Надо сказать, что вместе с изменениями проекта Конституции Будет обсуждаться проект закона о выборах народных депутатов Кроме того, предполагается в ближайшее время рассмотреть и такие законодательные акты Как закон о статусе судей Он призван обеспечить действительную независимость судей То есть судьи сейчас, видимо, будут избираться Советами не того уровня, на котором они работают А высшестоящим советом, чтобы обеспечить их независимость на местах Да, и кроме того, они должны избираться на 10 лет, чтобы они чувствовали себя вполне уверенно А вот какие правовые акты в ближайшее время будет рассматривать Верховный Совет? Таких актов очень много Вот кроме тех, которые я назвал, еще закон о судоустройстве Это, может быть, даже будет рассмотрено на ближайшие сессии Кроме того, сейчас готовится целый ряд актов Регламент Верховного Совета, поскольку Конституция меняется Должно быть новое положение о постоянных комиссиях Верховного Совета И функции значительно меняются Закон о статусе депутатов должен обновляться Готовится закон о печати, о добровольных обществах и организациях Большая реформа предстоит уголовного законодательства Всего блока уголовного законодательства Под флагом гуманизации Не смягчения наказаний, как говорят Но под флагом гуманизации То есть сокращение тех составов преступлений, по которым может быть назначена смертная казнь Замена кое-где лишения свободы другими видами наказаний Отмена ссылки и высылки Вот такие наказания, они не популярны Вот, и так далее То есть всего десятка-полтора законов Проектов, которые уже в ближайшее время будут обсуждаться То есть у вас, вашего отдела, хватает работы? Да Спасибо большое, Николай Александрович А сейчас мы поговорим еще об одном праве человека Как говорится, о вкусах не спорят, но каждый имеет право на свой вкус Группа Зодчия Он выкрасил волосы в гаме Сарьяна Но не претендуют на славу пророка Он весь зашипован металл с головы до ног Его никогда не увидите пьяным Ему хорошо от тяжелого рока Он знает, что это значит тяжелый рок Граждане, не волнуйтесь Это свои опасности нет Это не интервенция Просто выходит в свет Металист Петров Металист Петров Металист Петров Выходит в свет Раба человека у нас Охраняет статья 39 основного закона А в ней ни на вкус, ни на цвет Запретов нет И если вдруг вас чья-то внешность пугает Не надо писать, не звонить без молоковы Подобные меры дают негативный эффект Граждане, не волнуйтесь Граждане, не волнуйтесь Это свои опасности нет Это не интервенция Просто выходит в свет Металист Петров Брейкер Иванов Рокер Сина Раб Выходит в свет Вдумайтесь в суть наших плакатов Во-первых, я считаю, плакаты вообще надо убрать Потому что плакат уже изжил себя Никого плакат на работу не возбуждать Людям надо зарплаты нормальные платить Надо, чтобы хозрасчет действительный был А не аптечным мероприятием А плакат прикрывает отсутствие дела всегда Чем больше разруха в городе Тем я заметил, всегда больше плакатов Грязь, канава, яма Обязательно над ней плакат Народ и партии едины В Евпатории сейчас был Разруха Но через каждые 10 метров плакат Причем какой? Идешь, идешь, вдруг за коллективизацию С чего вдруг сейчас-то? Опомнились Но самый чудный плакат видел На торце детского санатория В грязелечебнице детской Нарисованы лица детей Скорбные лица детей Потому что плохой художник рисует всегда плакаты Хорошие рисуют картины А эти еще лица, они текут Потому что краска наша течет Потому что краска наша А дождь, снег И они горько плачут, эти дети А внизу подпись Сегодня мы дети, завтра советский народ И опять, на мой взгляд Из этого самое печальное То, что никто не обращает внимания Для людей плакаты вообще Согласитесь, стали некой декорацией К спектаклю, в который играют наши чиновники Люди вообще не видят Не замечают эти плакаты Пусть процветает наша родина Ну пусть, кто против Че нас уговаривают делать то, против че Мы и так ничего не имеем Сейчас приехал из Иванова Под Иваново По дороге По направлению К Палиху Висит плакат Решение 27-го съезда В жизнь Чего в жизнь? Глагол нужен? Всунуть, втиснуть Что-то надо сделать с этими решениями Причем еще палочка Пририсована Был 26-й съезд А видно, как пририсована палочка Понимаете? Ну тогда напишите раз навсегда Решение последнего съезда в жизнь Вот И уже менять не надо будет никогда Что означает плакат Слава великому советскому народу Ни один народ в мире Не возьмет на себя такую ответственность Французы могут написать на Елисейских полях Слава французскому великому народу Нет Ни один народ в мире на это не пойдет Это все равно, что у себя в комнате Повесит плакат Слава мне И сидеть и выпивать под этим плакатом Потому что уже слава Чего еще? Все, можно выпивать себе спокойно И всю жизнь праздновать И все Приезжаю в Ленинград Напротив московского вокзала Плакат Великая Октябрьская революция Главное событие века Осталось только написать Остальное ерунда Вот Ну между прочим Была победа нашего народа В Великой Отечественной войне Не менее важное событие для нашего народа Но самый чудный плакат Все-таки Висел в поселке Саблино Под Ленинградом В начале 70-х годов Прошу учесть, что он пролесел 3 месяца Это очень важно сейчас будет Но когда я буду называть плакат Вы воздуху в грудь наберите Потому что вам выдохнуть чем-то придется Иначе просто задохнетесь Да, над проспектом Советский висел Что тоже глупость называть район, например, Советский Или проспект Это значит, что все остальные районы уже И так воздуху в грудь Потому что плакат такой 3 месяца провисел КПСС верный помощник партии И напоминаем, что вы смотрите программу «Взгляд» Это событие эстонские газеты назвали Первой трудовой акцией движения «Народный фронт» Почти двухкилометровая траншея Для электролинии на строительстве библиотеки имени Крейсвальда в Таллине Была прорыта за одну ночь Дабы не повредить другие подземные коммуникации города Работа шла практически вручную На призыв «Народного фронта» откликнулось более 4 тысяч человек Я сам состою Мы организовали здесь Общество охраны памяти в русское отделение Вы русский? Русский, да И заодно работаем на Александровском кладбище А это уже параллельно работа Вы согласны подписаться под любым из этих лозунгов? Что честные люди обязаны быть в народном фронте? Обязательно Я член коммунистической партии Я в этом движении не участвую Но я вам скажу почему Но это же не противоречит одному другому Может коммунисту участвует в новой движении? Я пришел потому Что лично я больше 40 лет ходил Делать такую еще хуже работу В принудительном порядке А теперь я пришел сам Потому что этот дом Я надеюсь, я буду в него ходить Литературу смотреть И мне будет приятно знать Что я тоже что-то сделал для этого Мы имели профсоюз Мы имели всякие организации Комсомол Комсомол и так далее И видите, как мы стоим сейчас Перед проблемой отчуждения всех этих организаций Народный фронт развивался тоже Не стихийно вдруг Это продолжение революционных традиций народа Это продолжение трагиции А какие же лозунги выделил Народный фронт? Наш главный лозунг Вся власть Совета Это старо, как советская власть Но это пока оставалось мечтой И мы надеемся, что вот сейчас Именно этот лозунг Вся власть Советом Она получила действительно Так сказать Экономический смысл По крайней мере у нас в республике Все люди поняли Что если, скажем У районной власти Есть вся полнота У Совета Тогда никакое ведомство Не придет сюда Ничего копать Если у городских властей Есть полная власть На своей территории То уже нельзя Тут, например Привозить рабочую силу Столько, сколько какой-то завод подумает Но нужно это согласовывать С городскими интересами Если у Республиканского Верховного Совета Будет полнота власти То это значит Что проблемы развития республики Будут исходить Уже из местных ресурсов Это было Очень нам всем хорошо Памятные сталинские времена Когда любое национальное Сразу станет националистическим Я об этом хотел бы предупредить всех А с другой стороны Вот это, что связано С национальными проблемами Она тоже не может решаться Как-то вот сверху Вот национальные проблемы В республике В любых республиках Советского Союза Они же запущены ужасно Они же все Замазаны лозунгами Никто сейчас По-моему Не представляет Всей сложности Всех связей Экономических Политических Национальных проблем Потому что еще До сегодняшнего дня Мы представляем Что национальная проблема Это проблема психологии Я вас люблю Вы меня не любите Или наоборот Если вы все будем Друг друга любить Все будет хорошо Наш лозунг Это единство народа Не нации А народ Я хочу как человек Помочь Чтобы перестройка Началась Не откуда-то А оттуда-то Началась перестройка Лично с меня Вот с этой лопатой А вас что привело? Если ходил На демонстрации Аплодировал Так надо же И доказать Вы скажете Эстонцы объединяются Объединяются все нации Для этого что Перестройка была Не только нашим делом Вот на этой лопате Было делом Всей нации Всего союза У меня в руках Газета Известия 3 октября этого года И в ней Короткое сообщение В Таллине Завершился Учредительный съезд Нового общественного движения Народного фронта В поддержку перестройки Николай Алексеевич А вот с правовой точки зрения Как вы оцениваете Создание Народного фронта? Ну Такие движения Они вполне правомерны И соответствуют Конституции И все зависит от того Насколько они Так сказать Соответствуют Целям Конституции И насколько Соответствуют Тем требованиям Которые зафиксированы В законодательстве Кстати я должен сказать Что здесь В деятельности Этого фронта Они затрагиваются Не только Вот те проблемы Которые вы показали Трудовой энтузиазм Это хорошо Но там затрагиваются Очень острые проблемы Проблемы языка Проблемы гражданства Республиканского Эти проблемы затрагивают Больные места Ну Тех Граждан Которые не являются Сокременными населениями Совершенно верно То есть Предлагается Даже ввести Например Республиканское гражданство У нас сейчас Единое союзное гражданство Причем Таким образом Чтобы граждане Нинам республики Принимать Лиц Которые Проживают Определенный период На территории республики Знают язык Там и так далее То есть Если Пойти по такому пути Некоторые Представители Некоренного Населения Окажутся Так сказать Вне политических Решений И это конечно Вызывает Определенную Озабоченность Поэтому Такие движения Важно Направлять Правильно Руслан Да Вы совершенно правы И Это еще раз Подчеркивает мысль Что односторонние права Одних Это не права Привилегии Они гарантированные Права других Это пустые декларации Вот и все О чем вам сегодня Хотели рассказать О завершает Тему конституции И права человека Интервью С председателем КМО СССР Сергеем Челноковым И одним из руководителей Программы Форум молодежи С американской страны Господином Хайсом Мне кажется Что постепенно Система наших прав И гарантий Приобретает Общегуманитарный характер Теперь Обсуждая эти темы Мы можем критиковать И принимать критику На себя Без крикливых Одергиваний оппонента На таком уровне Можно вести диалог И мы надеемся Что он будет Плодотворным И на этой советско-американской Встрече в ноябре-декабре Я считаю Что эта конференция Имеет важное Историческое значение И отличается От всех ей подобных По крайней мере По трем соображениям Первый раз Со времен Второй мировой войны Встретятся люди Которые потенциально Могут возглавить Свои страны В недорогом будущем Сейчас им по 30-40 лет Во-вторых Эта встреча Между представителями СССР и США Самая большая В своем роде В-третьих На конференции Будет обсуждаться Очень широкий круг проблем По 16 Профессиональным секциям Кроме того Мы выслали предложение Советскому лидеру Горбачеву Обратиться с приветствием К участникам Через спутник Мы ожидаем Что на встрече Примет участие Вновь избранный Или нынешний Президент Соединенных Штатов Возвращаясь К началу По идее Состав делегаций Таков Что Среди Делегаций Могут быть люди Которые Через какое-то время Станут Во главе Двух государств Да, конечно Но вы знаете Вы должны понять Что они не такие уж Молодые Многие из Американских Участников Уже занимают Определенные посты Это крыльгангрессмены Даже некоторые Сенаторы Или претенденты На эти посты Молодые Растущие Как говорят американцы Политические деятели Творческая интеллигенция Военные У нас Молодые военные До сих пор Не встречались В двух державах А это парадокс Министры Иностранных дел Встречаются Министры Пожилые Военные Встречаются А где же Тех Кто завтра Будет Министрами Обороны Мы Впервые Возьмем С собой Молодых Религиозных Деятелей Юристов Специалистов В области Права Целый Набор Категорий И это Делает Это Специально Программа Пыталась Расширять Границы Гласности Было Предпринято 58 попыток Сегодня 59 Впрочем По своим Внутренним Законам Они то Расширялись То Сужались Однако Как и у Бесконечности У гласности Не может быть Ограничения Запретные Темы Вчерашнего Оказались Теперь Глубоко Внутри Границ Гласности И настало Время Говорить О том Что Обходится Молчанием Сегодня Хотелось Бы верить Что Нашим Потомкам Не придется Тратить Силы На наш День И они Будут Заниматься Проблемами Своего Время Мы Также Стремились Расширить Границы Терпимости И напомнить О совсем Забытом Многими Человеческом Достоинстве Программа Попыталась Вернуть В лексикон Слово Милосердие И возродить Его Истинный Смысл Была И музыка Удалось Вывести Из подвалов Те группы Чью музыку Действительно Слушает Молодежь В отличие От той О которой Говорят Что Она Ее Слушает Надеюсь Что Наша Программа Будет Еще Лучше Правда Как гласит Любимый Афоризм Программы Взгляд Все Что Не Делается То К Лучшему А Все Что К Лучшему То Добрый Добрый Вечер Добрый Вечер Добрый Вечер Сегодня Программу Взгляд Ведут Журналисты Дмитрий Листьев Захар Любимов И Александр Владислав Владислав Нет Любимый Любимов Ребята Ну ладно Да Ну наш телефон По традиции Подожди Подожди А где наш телефон Ребята А где наш телефон Ну что ж Телефона нет Так что Звоните нам Извини Я тебя перебью Захар Значит Действительно Звоните нам Мы постараемся Ответить на все ваши вопросы И обязательно Вернемся к ним В этой Или в следующих передачах Да Извини Извини Я тебя перебиваю Нас часто упрекают То что в нашей программе Мало музыки И поэтому Сегодняшний выпуск Нашей программы Мы начинаем С традиционного Видеоклипа Так Смело Да Действительно Сильно Да Это компьютерная техника Сегодня В нашей программе Непрошедшие сюжеты Несъедобные Несъедобные Продукты Непостроенные дома Невыполненные обещания Недостройка Неурожайка Тош Извини Я тебя перебью Захар А также Традиционный Прямой репортаж Олимпийских игр В Сеуле Ну ты поехал Да Ну все Давай Ну мальчику Привези Значит ты помнишь Да Как договаривались Такую синюю С зелененьким Таким Отливом Ну ты все понял Да 52 размер Кстати о майке Наша постоянная Телеизлительница Из Караганды Спрашивает Почему Так сказать Что написано У тебя на майке Ну это На майке Можно сказать У меня написан Девиз нашей службы Быта На английском языке By the people For the people Что в переводе означает Ничего никогда для людей Да Извини Действительно Мы обязательно вернемся Захар К этому В следующих наших передачах А сейчас Гости нашей программы Сегодня У нас в гостях Знаменитые писатели Поэты Наркоманы Телепаты Психопаты И другие люди Без определенных занятий Захар Я еще что хотел сказать Просто время выхода Наших передач в эфир Довольно позднее Сейчас у нас уже Завтра Да Нет Это На Владивосток Завтра было вчера А на Москву Как бы уже сегодня Завтра Ну да Действительно Ну ничего Мы обязательно К этому еще вернемся Вообще Мы сегодня О многих проблемах Уже поговорили Есть конечно Проблемы О которых мы еще Не поговорили Ну не поговорили Не поговорили Да Конечно Итак Мы прощаемся с вами Нашу передачу Вели Нормально А для тех Кто еще не уснул В нашей программе Музыкальный видеоклиф Ну что же Кончилось ваше время Спасибо Спасибо Наверное В жизни мы выглядим Еще хуже Да Сегодня Но наша программа Продолжается Сегодня у нас Очень много гостей Полные студии Гостей Гости разные Серьезные И не очень Вы с ними познакомитесь В процессе программы Вы можете слышать джаз У нас будет очень много музыки Играют Дуэт Александр Закарян И Николай Левиновский Вы можете услышать их В кафе Синяя птица Наверное единственном В своем роде Кафе в Советском Союзе Где каждый вечер Играет джаз музыка Впрочем Может статься Что через некоторое время Музыку оттуда Вытеснят котлеты Но об этом Как сказали только что Пародировавшие нас актеры В следующих программах У нас в студии Идет перестройка И не удивляйтесь Если вы увидите Здесь рабочих Которые заняты Строительными работами А правопорядок Нам обеспечивает Очень симпатичный Обаятельный Представитель милиции Сегодня у нас в студии Очень жесткий хронометраж Поэтому у каждого Из ведущих Есть секундомер Товарищ оператор Будьте добры Покажите секундомер Вот этот секундомер И Как вам известно По программе После нас будет 1.32 Кубка УЕФА Это очень важное событие Не позволит нашей программе Продолжаться более полутора часов И поэтому не удивляйтесь Если режиссер Будет командовать Нами с пульта То есть сверху Вы еще увидите Как они там сидят Хронометраж Превыше всего Наши главы партнеры Фирма Fujifilms Ее представители В Москве Морубени А также Их советский партнер Сервис-центр Обещали к концу программы С помощью этого фотоаппарата Сделать массу снимков Которые будут уже готовы А я нахожусь На нашей профессиональной кухне Здесь Вот эти люди Со следами прошлогоднего сна На лице Те, кто делают программу Вот отвернувшись К сторону Того, что творится Там в хаосе В студии Это руководитель программы Анатолий Григорьевич Лысенко Рядом с ним Привостился В втором ряду Андрей Шипилов Наш главный выпускающий Рядом Самое главное лицо Это режиссер программы Андрей Разбаш И его непременный ассистент Иван Демидов А также музыкальный редактор Программа Марина Лазовая А вот эти два молодых человека Это программа Которую москвичи хорошо знают Она называется Музыкальный лифт Дмитрий Маматов И Андрей Комаров Буквально два слова В нашей программе Тоже в конце этого месяца Исполнится ровно год Но хотя мы и выходим По московской программе Лишь, но думаю Что в скором времени Нам дадут и всесоюзный эфир Количество писем Приходящих в программу Музыкальный лифт Может конкурировать С почтой программы Взгляд Кстати, кто из вас Завтра настроит Свои приемники На московскую волну Сможет получить Изображение музыкального лифта А сейчас Мы приготовили для вас Клип специально Для программы Взгляд Видеоклип Взгляд Сделан музыкальным лифтом По сценограмму Записано звукорежиссером Игорем Замараевым На бате Московского дворца молодежи Совместно со студией Музыкальных популярных шоу Москва Исполняют песни Ее же авторы Сергей Минаев, Владимир Маркин И Валерий Панков А также балет Москва Я б не хотел оказаться под пристальным оком Точно сверлящим насквозь, проникая везде С ужасом думаю я Он рядом, он под боком Знаю, его телефоны есть в каждой семье Шупальца волны Телеантенн Но только лишь полночь он виден всем Ох уж этот взгляд Мыслей хиппарат С головы до пят Своем для ребят Как целебный родник Во все дыры проник Научит он нас из-за крошки Варить кулебяку И как нам из пары носков Восемь джинсов пошить Покажет характер людей Хорошего ребяти Какие песни И как нужно правильно жить Всегда актуален Даже будничным днем И ни на что не взирая На все смотрит он Ох уж этот взгляд Мыслей хиппарат С головы до пят Своем для ребят Как целебный родник Во все дыры проник Ох уж этот взгляд Мыслей хиппарат С головы до пят Своем для ребят Жизнь теперь стала слаще Как глоток мумия Но хочу быть почаще У тебя в гостях и я И я Ох уж этот взгляд Мыслей хиппарат С головы до пят Своем для ребят Ох уж этот взгляд Мыслей хиппарат Мыслей хиппарат С головы до пят Своем для ребят Ох уж этот взгляд С Blake Можем быть чудом Ох уж этот взгляд СTO Т Touch too Переступ Что С Спассив